довольно парадоксальная новость грипп снизился шансы людей заболеть простудой ну как хочется чтобы в обратную сторону конечно но нет это модельное исследование чтобы вы понимали у него такой немного дурацкий вывод потому что ученые хотели выяснить такую вещь мы хорошо знаем что одни инфекции помогают другим да вот например грипп он опасен осложнениями да это означает что он создает в том числе плацдарм для других микроорганизмов которые могут захватывать ослабленное тело и уже там развиваться воспаление легких вызывает совершенно другими механизмами чем вот грипп это не грипп делает вот а ученым было интересно есть ли какие-то вирусы которые друг другу мешают то есть вот мы знаем что какие-то болячки друг другу помогают а есть ли болячки в общем потому что инфекции много они разные которые друг другу мешают оказалось да они провели такое хорошее статистическое исследование посмотрели и оказалось что простуда и грипп друг другу мешают в частности когда начинается эпидемия гриппа у рви идет на спад раз грипп сильнее значит ли это что он укрепляет иммунитет и для борьбы с простудой иммунитет до которые после гриппа он адресован ну нацелен на грипп штука в том что организм все равно ослаблен да то есть борьба с вирусом отнимает довольно довольно много сил и в этом смысле если у тебя есть вирус который потенциально отличается от гриппа и организм у него организма нет для него сейчас антител да и он попадает в твой ослабленный организм то хочется сказать что более слабый вирус на более слабом организме будет бодрее жить размножаться и в целом будет хуже так что у твоей аргументации есть вот такая же контраргументация потому и прикольно что непонятные там и там и то это звучит логично да но вот ученые разобрались что бывает вот и так и так сколько времени после гриппа человек не заболеет простудой вот и знаешь вопросы как вот что нам сделать ну какие-то уже конкретные чтобы можно было сформулировать рекомендации не знаю ну нет нет такого исследования статистическое исследование то есть мы смотрим на статистику это не то что мы выработали не то что мы провели исследование в лаборатории да и можем тебе конкретно сказать что вот в течение стольких то дней после гриппа ты простудой никак не заболеешь например да вот ну грубо говоря ничего такого нет есть ли данные в процентах сколько человек не заболела простудой после гриппа нет есть вот такое соотношение когда грипп растет количество урви уменьшается вот такое есть что дальше делать с полученными результатами вот прям вот бы да сразу бы до конца ну как ну дальше надо смотреть теперь когда мы это знаем мы возьмем как бы из пья был какие-нибудь культуры в лаборатории подсадим туда вирусы всему как они взаимодействуют между собой может какой-нибудь химический механизм выявим а там глядишь на основе этого химического механизма может быть можно придумать и какое-нибудь прикольное лекарство битвое лекарство